Кстати, подарить полицейским автомобили Мерседес-Бенц в следующем году, скорее всего, уже не получится. Скоро могут принять новый закон. Его предложил Мимпромторг. Чтобы поддержать отечественных производителей, было решено запретить покупать для госнужд машины, произведенные не на территории России, Белоруссии и Казахстана. А автомобили Мерседес-Бенц в указанных странах не собирают. О других новостях расскажем в коротком видеообзоре. В парках Победы и имени Кирова, возле Костела и в Александровском саду Вскоре будут красоваться новые скульптуры. Какие, решится уже в ноябре. В городе стартует конкурс «Скульптура под открытым небом». По его результатам, авторы пяти лучших эскизов получат денежную поддержку на их реализацию в размере 70 тысяч рублей. Прием анкет заявок эскизных проектов будет проходить с 20 по 22 ноября в здании Вятского художественного музея имени Восемцовых. Рекламу на мусорных баках предложил размещать кировский предприниматель Денис Хлыбов на заседании общественной палаты Кировской области. По его мнению, городские урны неэстетичны и непрактичны. Поэтому бизнесмен решил убить двух зайцев сразу. И предложил установить новые урны, одновременно представляющие собой рекламные конструкции. Цена вопроса – 800 долларов за одну урну с баннером. Без баннера дешевле – 110. Вопрос, где выгулить своих четвероногих любимцев, больше не будет стоять перед собаководами. Городской администрации думают, где разместить специальные площадки. Там собаки смогут гулять без намордников и поводков. Но добираться до них четвероногим придется в полной экипировке. За несоблюдение правил выгула животных хозяевам грозит штраф. Сейчас он составляет 1000 рублей.